это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 28 марта исполнилось ровно 155 лет со дня рождения максима горького и дату эту на стране не так чтобы заметили и отметили впрочем к сожалению горький давно уже вычеркнут именно так вычеркнут из первого ряда русской и мировой литературы хотя при жизни горького буквально боготворили наверное только он ну еще лев толстой имели такую славу в городах и селах блуждали двойники горького его книги издавались миллионными тиражами а пьесы соревновались по успеху мировых театрах с пьесами шекспира чехова и псина высказывание горького тут же буквально растаскивались на цитаты становились догмами да и после смерти наследия горького заботливо оберегали улице названы в его честь по всей стороне памятники горькому ну и смотрите роман мать был блестящий экранизирован панфиловом и роль инны чуриковой там блистательно васильев сделал прекрасную постановку вас и железновой ну и так далее и так далее и так далее однако постепенно все это стало сходить на нет набоков заявил что художественный талант горького не имеет большой ценности а дар его убог солженицы назвал беломорско балтийский канал имени сталина коллективную книгу под редакторой горького первой книгой воспевавший рабский труд ну и вообще солженицын припомнил все лапзание максима с властью именно александр исаевич сделал больше других для развенчания культа горького а после и до низведения его в принципе из имени горького убрали писательский орел славный орел и остался лишь верный слуга красного режима однако такой подход не только примитивен но и вреден да безусловно горький написал сотни здравец в адрес власти да безусловно он называл карательные органы едва ли не лучшими людьми в стране да безусловно имя горького срослось с именем сталина а вокруг последнего ну споры уж точно никогда не утихнут и как будто у горького нет шансов выйти из под этого вождистского уреола как у самого сталина нет шансов быть рассмотренным в народе в истории объективно то есть как со всеми его промахами так и со всеми его достижениями однако изъять горького из русской литературы значит сделать ее беднее он ведь действительно был колоссальный писатель горький создал и большие полотна такие как жизнь клима самгина например это великое исследование русского человека на перепутье и прекрасные рассказы ну перечитайте например его новеллы 20-х годов такие как блестящий текст мамашек кемских или кемских или ранние его рассказы челкаш кайны артем мальва в них действительно виден дар большой писательский дар при этом в его ранних рассказах нет вот той глыбы до глыбы горького той которой буквально то и подойти страшно нет это сомневающийся рефлексирующий человек от его фраз мыслей буквально веет декадентской тоской и таким себя пасмурным романтизмом герои его то идут на самопожертвованную смерть то кончают собой во имя будущей жизни я напомню что и сам горький несколько раз пытался убить себя ближе всего к смерти он был в казани совсем юный человек но уже жизнь пощупавший повидавшись заматеревший пуля тогда в казани прошла рядом с его сердце ну возможно так он увидел смерть а дальше была новая жизнь и вот контуры этой жизни он не просто обрисовывал нет он отливал этот новый мир из титана стали бронзы он строил вот эту новую вселенную если угодно строил сначала для себя а позднее для всех людей однако ни в коем случае это не было там жертвенное строительство исходящее из гуманистических идеалов да нет конечно по своей природе горький был еретик причем еретик воинствующий пламенный отсюда его тотальное увлечение сектами он и в мир то пришел как сам говорил чтобы не соглашаться я бы так сказал непомерная практически и люциферова гордыня вот отличительная черта максима горького и да безусловно если он и любил людей то исключительно странной любовью ну например оборванец вышедший из крестьян и возвысившийся над ними вот один из любимых типажей горького вот сова да все любят цитировать эту фразу из пьесы на дне я разбирал эту пьесу в одной из своих программ знаменитая фраза человек это звучит горло но ведь не случайно эта фраза с характерным жестом произносится про щелыгой сатин это вовсе не о возвеличивании человека наоборот понимаете горький вообще создал свою кунст камеру если угодно он буквально коллекционировал патологию родства и своей мрачной злобе он щедро раскидывал их по текстам и те получали слову неизменно яркими но вот одна деталь с ходу до ступни овальные как блюдо для рыбы и от персонажа уже пахнет смердит рыбой и вот таких смачных а в то же время отвратительных деталей у горького масса и ведь бродя по руси он пять лет если не ошибаюсь китался изучал он достаточно навидался и в результате он хотел перекроить переплавить этот мир и человека в нем отчасти потому когда поехал на соловки это страшное место он сказал что нет все нормально советская система меняет человека создает нового советского человека что она эффективна эта система и тут конечно вспоминается эпизод но рассказаны якобы ликачевым как горький встретил там на соловках 14-летнего узника и долго с ним говорил в бараке а после вышел и плакал у всех на виду обещал рассказать об условиях содержания высшему руководству но все осталось по-прежнему вообще конечно неизвестно происходило ли вот эта встреча с узником горького на самом деле или вообще этого не было не знаю да и недаром однажды викентий вересаев воскликнул господа давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов не будем говорить об искренности горького насчет искренности горького можно спорить но он действительно был по-своему сентиментальный человек причем он плакал не только над судьбами людей но и над текстами однако вот понимаете чтобы строить этот новый мир а он был зодчим этого нового мира горький не то чтобы становился другим нет он как бы включала такой хоп тумблер нажал до включал в себе другой ведь понимаете при всей своей монументальности монструозности такой священный монстр горький был неоднороден он состоял как бы из разного вещества из разных эссенций когда-то да он уехал из советского союза не согласившись с политикой ленина но вернулся как мы знаем позднее уже к сталину вернулся и конечно вернувшись живя в советском союзе в то страшное и в то же время великое время горький многое видел многое понимал он вообще не мог конечно не понимать весь этот ужас и в то же время величие но он неизменно шел на компромисс запертой в этой золотой клетки которая в итоге оказалось для него смертель и да конечно пролетарский писатель жил совсем не по пролетарски за это к слову горького буквально разносил критиковал иван бунин и да именно бунину в 1933 году дали нобелевскую премию лишь потому что не хотели награждать ею горьком вообще концу жизни максим разругался со всеми своими коллегами ну едва ли не совсем ну конечно более всего больнее всего на нем сказался разрыв с леонидом андреевым называвшим горького на секундочку преступником а ведь именно андрееву горький как и многим другим свое время очень и очень помог он вообще был колоссальный подвижник сколько издатель журналов запустил он имели там возродил сколькими руководил ведь понимаете именно горький стоял во главе культа культа в советском союзе культа писателя культа литературы культа которого не было и уже никогда не будет ни в одной стране мира вот если помните у максима горького есть такой персонаж васса железного из одноименной пьесы так вот ее эту героиню такую сложно сочиненную горький наделил в том числе и своими чертами но в частности вот это васа как и горький они они были преданы делу и горький показал что ради великого дела можно и даже нужно идти на сделку со своей совестью вот собственно горький шоу ради чего ну не ради же только славы денег правда я отвечу вот известно что в последние годы горький много общался с шаманами во многом разделял идеи русского космизма интересовался воскрешением человека бессмертия бессмертия вот что интересовало горького прежде всего до замахнулся на серьезно бессмертие как черта отделяющая человека от бога потому что воскреснуть мог лишь бога человек вот помните как говорил толстой да во все верю в свои ереси говорил во все верю в евангелии там что сказано только воскрешение не верю воскрешение христа и вот понимаете горький мечтая обрести бессмертие он как бы хотел стать равным богу в то же время бросив ему вызов и не случайно в предсмертные записки у его есть такие строки очень любопытные останки мои останки мои прошу взрезать и посмотреть какой черт сидел во мне пишет горький а за два дня до смерти в бреду он шепчет вообще удивительные вещи он шепчет знаешь сейчас я спорил с богом ух как спорил вот на этот счет очень такая любопытная мысль есть у павла басинского известного критиком вот что он пишет горький заразился холерой когда ему было три года отец ухаживая за больным ребенком заразился сам и умер а ребенок выжил то есть максим горький тогда алексей выжил и мать горького веня его смерти мужа по сути ушла от сына бросив его на попечение дедушки с бабушкой это наложило сильный отпечаток на горького в основе его мировоззрения после этого лежала обида на бога это важная мысль потому что действительно это начало отчета вот того отчета когда горький не мог примириться не мог примириться с такой ситуации с богом не мог примириться и боролся всю жизнь надеясь создать свой мир как бы в пику господу мир новый мир и поэтому так и увлекался вот этими идеями да ведь советском обществе советском обществе он видел возможность создать этот новый мир ведь большевистский план он был радикальный план план переустройства переплавки мира и человек однако в итоге горький ушел из жизни человеком бессмертия не случилось а затем стала уходить его наследие колоссальное наследие которая по только это наследие могло сделать его бессмертным и вот чем больше памятников ему сносили чем больше городов площадей улиц лишали его имени тем слабее становился горький бессмертие которому он так стремился оставляла его вот так умирают боги когда умирают их последние адепты и апологеты тогда память о тех кому они поклонялись уходит и вот случай горького это происходит в тот час когда удаляется его последний читатель а его книги сносят на свалке они будто памятники уходящие или уже не знаю возможно ушедшие эпохи той эпохи где писатели были если не богами то миссиями точно в том числе и благодаря стараниям горького вот возможно вернув горького в народный широкий контекст мы сможем хотя бы отчасти возродить ту эпоху эпоху великого русского слова это была программа игра в классике меня зовут платон беседин берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения